Песня 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 с глубокой верой, с надеждой на изменение к лучшему и своей жизни, и жизни своего народа, то, по милости Божией, недуг его оставил, и зрение его укрепилось. В этом смысле можно говорить о некой великой символике. В то время не только зрение князя укрепилось, он обрел иное зрение, иную точку зрения. Начался иной отчет времени не только для него, а для всего народа, которого он приобщил к православию, к великой духовной и культурной традиции, насчитывавшей в то время уже почти тысячу лет, и связанной с процветающей в то время Византией. И сегодня в Херсонесе стоит замечательный храм, почти на том месте, где святой равноапостольный князь Владимир принял крещение. Херсонес – это часть современного Севастополя. И то, что мы здесь закладываем сегодня, в городе Москве, подобие того храма, в память святого равноапостольного князя Владимира, есть выражение, видимое выражение, нашей духовной исторической связи с тем местом, откуда пошло православие на Святой Руси. Я глубоко благодарен вам, Сергей Семенович, московским властям, жертвователям, которые приняли решение именно в этом году, в преддверии тысячелетнего юбилея, заложить храм, о котором долгие годы мечтали москвичи, чтобы был храм величественный, посвященный памяти великому равноапостольному князю Владимиру. И закладываем мы храм на особым месте. Здесь предполагается строительство огромного района, современного, где будут жить десятки тысяч людей. И за моей спиной также новый район с более чем статысячным населением, называемый Строгино. И есть такая мысль у градоначальника нашего, которую я всячески поддерживаю, чтобы место это, где будет храм, связано было с Строгино пешеходным мостом. И чтобы люди, как проживающие в этом новом районе, который должен быть воздвигнут, и тем, который уже существует, могли обращать свое сердце к Богу на этом, я бы уже сказал, историческом месте, где будет воздвигнут первый в Москве храм, посвященный святому равноапостольному князю Владимиру. Еще раз приношу благодарность вам, Сергей Семенович, и всем тем, кто готов принять участие в созидании этого Дома Божия. Спасибо, Ваше святейшество, дорогие друзья. На этом пустынном месте один за другим происходят большие события для Москвы. Буквально неделю тому назад был открыт самый лучший футбольный стадион в нашей стране. В это же время был открыт очень серьезный транспортный объект, новая станция метро, с которой будет проходить в день десятки тысяч людей. И вот буквально через неделю мы присутствуем при новом событии, при создании духовного центра, создаваемой большой общественной территорией. И, конечно, очень важно, что храм, который мы здесь закладываем, будет копией храма Херсоневского в Севастополе, храма святого Владимира. Москву и Севастополь объединяет многовековая история. Это города по-братимы. И в самое трудное время Москва была всегда рядом, всегда оказывала поддержку и духовную, и материальную. Поэтому Севастополь никогда не чувствовал себя брошенным. Он всегда ощущался частичкой великой России. И сегодня, закладывая этот замечательный храм, мы прокладываем еще как бы одну нить духовного родства, духовного единения с нашим побратимом Севастополем. Я надеюсь, что храм, который будет построен, берет в себя лучшие черты существующего Херсоневского храма. Но надо иметь в виду, что он был также разрушен в свое время, поэтому необходимо провести тщательные исторические, археологические изыскания для того, чтобы воссоздать первоначальный вид храма, который был построен в XIX веке. Я надеюсь, что мы этот проект, замечательный проект, ваше святительство, под вашим руководством, благословением, возведем к 1917 году. И это будет один из самых красивых храмов Москвы. Самых красивых и самых почитаемых. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.